привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет очередной выпуск у нас сломался фурлер переднего паруса он сейчас специально в таком разобранном виде я вам буду показывать как он устроен внутри и что можно сделать для того чтобы его починить но самая главная задача можно ли его починить не снимая фурлер с переднего стая погнали фурлер но я там под разбирал его и вот как она выглядит у меня вот это вот ее до конца и вот она вынимается то есть на самом деле она так оттуда дальше не вынимается но я не я же так понимаю что она должна быть вот здесь вот до конца сидеть и здесь собственно это все происходит вот она немножко побалтывает и потом вот она такая оп и выпадает ну дальше не выпадает дальше держится вот это вот неразборная штука таки стала разборная вот это вот верхняя часть она полностью проваливается туда я сделал такой небольшой рисуночек уже по информации которую я получил там от многих людей и так давайте смотреть так система скрутки фактор вот увидите сейчас вот система собрана ну давайте сейчас разберем как она сделана вот увидите что у нас есть штаг на котором это крепится то есть стей далее у нас есть труба на которой вращается сам непосредственно фурлер вот она сереньким выделено идем дальше собственно зеленым это сам стей синие болтики это то чем приклюк прикручена сама система вот фурлинга серая которая неподвижна ну и черным соответственно барабан на который накручивается веревка и так вот здесь более подробная часть на видео я вам показываю как она все у нас осталось разбираться давайте посмотрим как внутри собственно вот этого фурли разделано это все нижний сиклип то есть это вот увидите такие стопорные кольца на нем собственно держится все что у нас крутится далее вот эти сиклип и увидите идут нескольких размеров те которые наружные и те которые внутренние идем дальше идет такая вставка вот ее в левом верхнем углу видите она пластиковая собственно она упирается на сиклип внутри и верхняя часть на нижнюю скользит вы видите сейчас металлический голод по которому эти шарики ходят потом это все закреплено еще одним сиклипом наружным и сиклипом который собственно держит всю эту систему от того чтобы она не развалилась вниз далее идет еще одна пластиковая вкладка между ними собственно подшипник он на нем все и крутится и далее еще одно стопорное кольцо вот видите зеленым сделал стрелочки чтобы вам было понятно это наружные кольца или внутренние ну и как они собственно будут работать ну вот наверное и вся информация я попросил ростика прислать их из германии но посылка на ямайку застряла потому что ямайка находится на карантине и сейчас ничего сюда не ходит но местные ребята ездили в кингстон не купили вот такие вот колечки причем колечки этим называются сиклип они все под дюймы и совершенно не подходят мне по размеру потому что мне там нужно 50 этот 44 следующий там 56 короче тоже не подходит а те которые большие они тоже не подходят потому что не по размеру поэтому будем делать так сейчас мы это каким-то образом туда пристрем а потом когда приедут уже нормальное мы их разберем и заменим на нормально я думаю что он плюс-минус там 5 миллиметров особой роли не играет ну будет там чуть криво но она все равно будет работать ну что ж давайте пробовать собирать это все обратно что берем смазочку туда туда в глубину там вот видно место по которому ходят шарики и мы сейчас туда будем запихивать вот эти шарики и закидываем их вот туда так шарики вот теперь их нужно поставить на место а для этого мы развязываем вот эту вот веревочку и у нас опускается вот эта часть так это нам уже не нужно вот эту часть мы ставим вот сюда и опускаем ее вот сюда вот так вот так так отлично теперь надо вот туда поставить си клип си клип сюда теперь вот эту штуку мы туда же вставляем так так эта штука крутится отлично ну и теперь это все собираем так все это держится идет у нас вот такая вот штука это просто как гайка только с обратной стороны ну что ж погнали нам нужно установить вот эти направляющие они ставятся вот так скручиваются вот такими вот болтиками и вот их место ну что ж поехали ну что ж поехали так и сейчас вот вторую вот сюда это установлено теперь проводим вот это здесь у нас восьмерка здесь еще пять потому что он смотан неплотно и возможно еще там оборота два уйдет если вот уже затянуть может три если понадобится больше домотаем еще больше пока оставил так вот из всего что нам осталось сделать еще подключить эту штуку внуши и тупо забыл сюда вставить мы сейчас отсюда открутим вставим закрутим так так эту штуку ставим вот сюда так это готово это сейчас закрутим потом сюда вкрутим те в гель и и если это и это и так все это закручено теперь потянуть надо вот эту и все так все фурлер собран так это все крутится крутится легко теперь поднимаем парус ну что здесь вот висит поднимать мы его будем очень просто я даже не буду набивать лебедкой просто возьму так и просто потяну на нем повиснув вот так вот ну и на данный момент наверное все остальное подтянем когда уже его полностью откроем уже непосредственно в море на этом наш технический выпуск о ремонте фурлера подошел к концу оставайтесь с нами подписывайтесь на канал через несколько дней уже будет новое видео поэтому друзья до встречи пока